Благодуха. Аминь. Святого Отца нашего Иоанна Златоустого. Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни. Видя, что многие из людей более любят и уважают кажущиеся блага, нежели существенно полезные и действительно добрые, я считаю необходимым сказать кратко о тех и других и противопоставить теперь одни другим. Благо многим презираемое, благо весьма желаемое, чтобы, узнав различия между теми и другими, мы ценили одни как достойные привязанности и спасительные, а другие научились презирать как ничего не стоящее. Так люди любят богатство, власть, первенство и славу, и многие ублажают властителей народов, возимых на блестящих колесницах и сопровождаемых криком глашателев и большой толпой оруженосцев, а презирают жизнь любомудрствующих и избравших монашескую жизнь. Те, появляясь, обращают на себя взоры народа, а эти, появляясь, не привлекают на себя взоров ничьих или очень немногих. И последним никто не пожелал бы уподобиться, а тем всем между тем, как приобрести власть и получить господство над народом трудно, и для многих невозможно, и стремящимся к этой власти нужно иметь много денег, а избрать монашескую жизнь и проводить жизнь в служении Богу для всех одинаково легко и удобно. Притом, обладание властью прекращается с этой жизнью, или, лучше сказать, еще при жизни оставляет пристрастных к ней, и даже некоторых подвергало великой опасности или позору. А монашеская жизнь теперь обогащает праведников многими благами, и по скончании жизни приводит светлыми и радостными предсудилища Бога и Отца, «Когда большая часть начальства ваших явится получить великое наказание за деяние своей жизни, посему, противопоставив одни другим блага, любомудрия и кажущиеся полезными блага, владычества и славы в настоящей жизни, вникнем в различие тех и других благ, потому что при сравнении они будут более ясными, или лучше, если угодно, верховный из благ, то и царствования, сравнив с любомудрием, посмотри на плоды того и другого достояния, тщательно исследовав, над кем владычествует царь и над кем любомудрый. Так царь господствует над городами, областями и многими народами, руководствуя своими указаниями его начальников и градоначальников, и войска, и народы, и советы, а предавший себя Богу и избравший монашескую жизнь, властвует над гневом и завистью и с ребролюбием, и сладострастием и прочими пороками, постоянно имея в виду и заботясь, как бы не допустить душу подпасть под власть гнусных страстей, и не предать разум в рабство этой тяжкой тирании, но всегда соблюдать ум выше всего, поставив над страстями страх Божий. Такое господство владычества принадлежит царю и такое монаху. Так что справедливый иной назвал бы последнего царем, нежели блистающего багреницу и венцом, и сидящего на золотом престоле. Так поистине царь есть тот, кто побеждает гнев и зависть и сладострастие, подчиняет все законам Божиим, сохраняет ум свой свободным и не позволяет возобладать душою страсти к удовольствиям. Такого мужа я желал бы видеть начальствующих над народами, и землей, и морем, и городами, и областями, и войсками. Потому что кто починил душевные страсти разуму, тот легко управлял бы и людьми согласно с божественными законами. Так что он был бы вместо отца для подчиненных, обращаясь к городам со всякой кротостью. А кто, по-видимому, начальствует над людьми, но раболепству и гневу, и чистолюбию, и удовольствием, тот, во-первых, может быть смешным для подчиненных. Потому что, хотя носит венец, украшенный драгоценными камнями, золотой, но сам не увенчан смиренно мудре, и хотя все тело его блестит багреницей, но душа его остается неукрашенной. Потом он не будет знать, как распорядиться с властью, потому что не способный управлять самим собою, как может подчинять законам других. Если хочешь видеть и войну того, и другого, то найдешь одного сражающимся с демонами и преодолевающим и повеждающим, и увенчиваем от Христа. Потому что он выходит на войну с божественной помощью, оградившись небесным оружием, отчего по необходимости ему достается победа. А царя, сражающимся с варварем. А чем демоны страшнее людей, тем побеждающие первых, блистательнее побеждающего последних. Если же захочешь знать и причину той и другой войны, то и в этом найдешь большое неравенство. Тот сражается с демонами за благочестие служения Богу или желаясь торнуть из заблуждения города и селения. А этот сражается с варварями за отнятые местности, или пределы, или имущества, или же корыстолюбие, несправедливое властолюбие, влечет его на сражение. Почему многие цари, желая большего, теряли и настоящее? А таким образом власть его не показывает, сколь отличный друг о друга царе, посвятивший жизнь на служение Богу. А еще точнее можно узнать их, обратив внимание на жизнедневные занятия того и другого. Окажется, что один поистине обращается с пророками, украшает душу мудростью у Павла и постоянно переходит от Моисея к Исаии. А от этого к Иоанну, от него еще к другому из них. Царь же постоянно обращается с военачальниками, градоначальниками, оруженосцами. И с какими людьми, кто постоянно обращается, кем и уподобляется нравам. Посему монашесу и сообразует свой нрав с нравом апостолов и пророков, а царь с нравами военачальников, оруженосцев и щитоносцев, людей, предающихся вину, услаждающихся удовольствиями и большую часть дня проводящих в пиршестве, не знающих ничего важного или доброго вследствие опьянения. Так, и поэтому следует ублажать монашескую жизнь более, нежели жизнь с господством и царствованием и скипетрами. Продолжение следует.